Почему интеллигенты, образованные люди, зачастую такие зажатые и не умеющие получать удовольствие от жизни? Как с этим бороться? Как себя переделывать? Ну как с этим бороться? Надо бороться, надо себя переделывать, надо расслабляться, надо убирать зажимы. Конечно, так вот в карантине издалека, мне сложно издалека убирать ваши зажимы. Я бы лично это сделал, и, собственно, у меня бывают иногда такие лекции, семинары по развитию личности, и там и актерское мастерство, и так далее. И там как раз я показываю, как вот эти зажимы убирать, прям физически, так сложнее, вот в стриме, в эфире. Я, конечно, могу так, знаете, вот настраивать на здоровье, на добром. Мы, кстати, Антон, давай будем делать вот такие трансляции, где я лечу и снимаю, снимаю, вот, снимаю, я чувствую, вот, я снял. Вот, Женя, всё, я с этого снял, снял зажимы, всё. Вы свободны, а вы можете дышать свободно теперь, Женя. Надо онлайн лечить и снимать, и надо воду. Антон, почему мы до сих пор не заряжаем воду? У меня стоит перед экраном. Канала здравого смысла. Должны вставить трёхлитровые банки, если у них нет бокала и 810 года, банки, и я их буду заряжать здоровьем на добро, и они потом могут опрыскивать от коронавируса. То есть, конечно, это надо срочно организовать. Пожалуйста, ребята, мне организуйте такие трансляции, я буду настраивать на добро. Да, понятно, что в вопросе уже кроется ответка. Чем сложнее человек, тем у него больше сомнений, рефлексий. Вы знаете, я считаю, что вот надо бы, моя формула такая, надо оставить для образованного интеллигентного человека, оставить анализ, анализ, оставить аналитическую часть, а убрать рефлексию. То есть, не рефлексировать. Потому что рефлексия – это как, знаете, шестерёнка такая, сорвавшаяся уже без зубчиков. Вы знаете, она бессмысленная. Это никуда. Это потеря времени, энергии и нервы внутренние. Даже если вы не понимаете, что это нервы, это внутренние есть у вас нервы. Поэтому вы просто выкиньте это к чёртовой, так сказать, матери. Но, конечно, и тоже образование, интеллигентность. Есть образование, если вы зациклены на Достоевщине, да, а есть, если вы туда, в сторону моего, вот хаоса, то, что я говорю, в сторону моих книг, моих роликов. Это же тоже два пути. Это два пути, да. Как там это? Я сейчас понял романс. «Эта женщина в окне, в платье розового цвета, уверяет, что в разлуке невозможно жить без слёз, потому что перед ней две дороги, та и эта, та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьёз». Вот эти две дороги, да, две дороги. Я думаю, что вам следует идти, имея в виду, там, сказать, что есть Достоевский, там, Кутузов, но надо идти по пути, где я, где моим, где Оскар Уальд и вот вся эта. И чтобы это было и прекрасно, и напрасно, и это же всерьёз. Вот так. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok